Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну и естественно, хочется начать, наверное, с самого актуального на сегодняшний день вопроса. Это с отопления. Не у всех жителей из Китима сейчас есть тепло в домах. Можете ли вы рассказать, что происходит и удалось ли в целом запустить систему, как она должна работать? Котельные готовы. Предприятие «Водоканал» также готовилось все лето и часть осени к отопительному периоду, то есть менялись сети. Что касается нашего муниципального предприятия «Теплосеть», здесь был сделан упор тоже на замену сетей, которые уже по данным теплосети пришли в негодность. Соответственно, мы поменяли около двух километров тепловых сетей, те, которые у нас вызывали сомнения. На сегодняшний день идет запуск тепла в жилые помещения, то есть объекты социально-культурной сферы, они все подключены, то есть все учреждения культуры, образования, дополнительного образования, медицинские учреждения, они все к отоплению подключены. По жилищному фонду идет пусконаладка, это тоже традиционный процесс. Если где-то происходят какие-то аварийные ситуации, соответственно, принимаются меры по их устранению. Паспорт готовности города мы должны получить до 1 ноября. Я уверен, что в этом году мы к отопительному сезону подготовились, и он должен у нас пройти достаточно спокойно. Хотя от аварийных ситуаций, опять же, никто не застрахован. Вы сказали, что удалось поменять два километра сетей из скольки? По-моему, у нас сетей порядка 80 километров, но мы в прошлом году, в позапрошлом году сети меняли, то есть это идет планомерная такая работа по замене сетей. Вообще, по-хорошему, конечно, сети нужно менять раз в 20 лет. То есть, если мы разделим количество сетей на количество лет, то порядка 4-5 километров в год сети надо менять. В этом году такого норматива мы не выдержали, поменяли 2 километра, но именно там, где это требовалось. Финансирования не хватило? Ну, можно сказать, что в этом году подготовка к зиме у нас шла исключительно за счет средств предприятий, которые они высвобождали в определенных моментах. И городской бюджет помогал. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы средств на подготовку к зиме выделялось больше. У нас есть два вопроса по ремонту дорог. Один вопрос от телезрителей, второй по комфортно, по безопасным, качественным дорогам. Давайте сначала озвучим вопрос от телезрителя. Человек спрашивает, идет ремонт дороги от приезда на Берском совхозе. Чья это дорога, кто ее ремонтирует и кто должен ее содержать зимой? Дорога от трассы федеральной Р-256 до железнодорожного переезда на Берском совхозе – это дорога областного значения. То есть, собственник ее – это территориальное управление автомобильных дорог, областная структура. Она заключила в этом году договор с подрядчиком, с Новосибирск-Автодором. На сегодняшний день все видят, что проходят ремонтные работы. Я думаю, что большая часть работ будет в этом году закончена. Проектом предусмотрено освещение данной дороги. То есть, еще один въезд с федеральной трассы в сторону Искитима, он получит электроосвещение, что, конечно, нас не может не радовать. А содержать отвечает за эту дорогу полностью региональная организация областная – это территориальное управление автомобильных дорог. То есть, зимой дорога не чистится, это в Туат? Это обращаться надо необходимо в Туат, это дорога туадовская, да, областная. А когда примерно ремонт завершится этой дороги? Ну, почему-то на паспорте дороги написано, что у них окончание ремонта 2020 год. Но я так думаю, что, скорее всего, это связано с финансированием. Я думаю, что в этом году практически полностью дорога будет выполнена, строительно-монтажные работы, а оплата будет происходить в этом году и в текущем, и в следующем году. Ну и, конечно, то, что касается Искитимской дороги, которая проходит у нас по проспекту Юбилейный, 1 октября должны были дорогу сдать. Это случилось? Это дорога наша, чисто городская. Я готов сказать, значит, смотрите, какая ситуация, чтобы тоже жителям было понятно. Вообще, контракт у нас с подрядчиком заключен до 31 октября, срок окончания работ 31 октября 2019 года. Здесь идет, конечно, нарушение графика производства работы. То есть, все работы, которые должны быть в рамках контракта выполнены, они имеют свой срок выполнения. Да, вот те задачи, которые мы ставили перед подрядчиком, уложить асфальт качественно и в теплый период времени и нанести разметку, они должны были быть выполнены в августе, они в августе выполнены. На сегодняшний день остались незначительные работы. Это электроосвещение, вы все видите, замена светофоров, установка идет у нас павильонов и установка пешеходного ограждения. Конечно, по идее, эти работы должны были быть закончены до 1 октября. Но я еще раз хочу сказать, что контракт у нас до 31 октября и в рамках этого контракта работы будут выполнены. Я думаю, что в течение ближайших двух недель работы на объекте закончатся. Город делает дорогу и рядом тут же идет ремонт сквера «Юбилейный». Как там обстоят дела? Все ли удается выполнить? Что намечено было? В этом году у нас осталось на сегодняшний день выполнить два контракта. Один контракт у нас по зеленому хозяйству. Это вырубка поросли и посадка деревьев. Этот контракт у нас со сроком исполнения 31 октября. То есть там сроки не нарушены и работы по вырубке закончены. Вот в ближайшее время начнутся посадка новых деревьев. То есть там предусмотрена высадка рябин, высадка липы. То, что касается укладки брусчатки. Здесь, конечно, у нас подрядчик нарушает условия. Сроки по контракту закончились. Ему применены санкции, которые предусмотрены контрактом. То есть начисляются неустойки. По нашему мнению, вместе с подрядчиком мы разговаривали. Я тоже думаю, где-то пару недель необходимо для того, чтобы работу закончить. То есть это 15-20 число. В принципе, укладка брусчатки допускается в такой период времени. На качество работы это не повлияет. Я думаю, что до 20 октября мы сквер юбилейный закончим. По всем остальным контрактам, по асфальтобетонным работам, по устройству площадок, по покрытию, по поставке спортивных и малых архитектурных форм. Контракты закрыты, оплачены. Там никаких претензий нет. Когда фонтан будет? Фонтан будет у нас, мы надеемся, в следующем году. То есть мы уже тоже это анонсировали, говорили, что в следующем году мы планируем сделать в парке фонтан. Мы планируем сделать освещение парковыми светильниками. Мы планируем установку новых урн и лавочек. И также будут проведены еще работы по выпиливанию старых деревьев в сквере. Это следующий год. Что касается озеленения. Сейчас в городе идет программа. Мы неоднократно про нее рассказывали на нашем канале. Но тем не менее люди спрашивают, те, которые хотят участвовать. Возможно, не у всех есть средства на покупку саженцев. Еще какие-то проблемы возникают. Можно ли где-то взять деревья для того, чтобы их посадить? И где их можно садить? Акция у нас стартовала с 20 сентября. Мы такой клич по городу кинули. И я хочу отметить, что многие предприятия, учреждения на него откликнулись. Деревья высаживаются практически ежедневно. Я лично, когда не занят на работе, когда есть какие-то свободные 10-15 минут, тоже принимаю в этом участие. То есть на многих предприятиях мы побывали. Что касается посадки. Значит, в этом году средства бюджета города были достаточно ограничены. Но тем не менее средства на приобретение посадочного материала, деревьев, мы небольшие изыскали. Таких массовых посадок мы в этом году, я еще раз говорю, из-за отсутствия финансирования мы не планировали. Хотя сами жители города отдельные, они обращаются в наш отдел экологического контроля, покупают саженцы. Через отдел экологии? Нет. Покупали. В данном случае люди, которые участвовали в акции, они покупали сами саженцы. В частности, вот приведу пример. Одна из семей, она обратилась в наш отдел экологического земельного контроля, сказали, что мы вот приобрели два кедра, желаем их посадить. Куда вы нам посоветуете эти саженцы высадить? То есть было согласовано место, в данном случае, в парке культуры отдыха имени Каратеева. И вот семья эта пришла, и совместно с работниками парка эти деревья высадили. Вот поэтому здесь алгоритм примерно такой. А ухаживать кто будет? Раньше в парке видела двух рабочих. Мужчину и женщину. Они ходили, поливали саженцы. А сейчас там есть? Сейчас эти рабочие сохранены. Они также будут ухаживать, поливать, укрывать. И на следующий год, в связи с тем, что парковое хозяйство города Искитима, оно расширяется, мы будем принимать меры по добавлению штат-сотрудников парка культуры отдыха, именно вот озеленителей. А для чего расширяется штат на содержание зеленого фонда? Что это даст городу? Ну, будет расширяться. Мы в этом году с парком культуры отдыха Каратеева закончили. Зашли в этом году в сквер юбилейный. На следующий год у нас очень большие планы насчет парка южного микрорайона. То есть вопрос о благоустройстве парка южного в следующем году практически решен. Во-первых, мы устанавливаем новые формы малоархитектурные. Во-вторых, появляются новые насаждения. Поэтому для того, чтобы за всем этим следить, необходимо, конечно, увеличивать штаты, парка. Впервые в этом году в Искитиме реализуется национальный проект «Культура». Как вы это понимаете для себя? Что это за национальный проект? Как удалось с ним войти? По-моему, там было очень быстрое вхождение, составление проектов и так далее. Как это получилось? И что будет у нас на выходе? Ну, город Искитим, все, наверное, заметили, что он достаточно активно участвует в проектах. То есть мы на сегодняшний день, задача поставленная такая, попадать в любые проекты и любые средства из вышестоящих бюджетов в город привлекать. В этом году, если честно рассказывать, то я даже не знал, по линии культуры прошла такая информация, что вот готовится такой проект. Из наших библиотек со всех областных были собраны гранты на участие в этом проекте. Они написали грант, это потом вот уже я узнал, наша библиотека, как бы они хотели библиотеку детскую модернизировать. И потом уже ближе к весне оказалось, что мы одни из претендентов, то есть наш грант рассмотрен, и мы одни из претендентов на участие в этом проекте. Это не только, это грант федеральный, это не только Новосибирская область, но и вся, скажем так, Российская Федерация. И в конечном итоге было принято на федеральном уровне решение, что четыре библиотеки в Новосибирской области, им будут выделены гранты именно на модернизацию библиотек. Нам были выделены федеральные средства в районе 5 миллионов рублей, где-то порядка 500 тысяч пришлось из городского бюджета искать. Все это не закрылось. И порядка еще 500 тысяч мы со спонсорами поработали. Большое им спасибо. И наряду с традиционной библиотекой, где будет выставлен книжный фонд, и куда можно будет прийти, почитать, либо взять книгу по абонементу, будет еще вторая зона. Она будет создана для детей, и дети там смогут проводить свободное время. Это будут, как мы говорили, для них определенные зоны отдыха созданы, будет для них создано медиапространство. Я понимаю, что там можно будет провести время, поиграть даже, получить какие-то новые данные через информационные системы. Поэтому такая необычная немного библиотека, она в городе появится. Давайте мы еще подождем середины ноября, а потом вместе с вами туда придем и посмотрим, что из этого всего получится. Но вот такая нетрадиционная библиотека у нас в Искитиме появится благодаря этому проекту. Говоря о ремонтах, рядом с библиотекой мы видели, что сносится здание. Как-то пошла работа по сносу в городе старых аварийных зданий? Очень остро стоял вопрос нахождения там детей, потому что за ребятишками не уследишь, и они бывают там еще острых ощущений. И такие объекты любят заглядывать, играть или еще что-то делать. Очень много внимания уделяется. Здесь у нас есть и комитет отцов, есть карта опасных объектов на территории области, уполномоченные по защите детей тоже этим вопросом уделяют большое внимание. Мы тоже, конечно, не оставались к этому безучастными. Поэтому еще раз мы, скажем так, провели работу, определили здания, которые необходимо каким-то образом либо снести, либо ограничить доступ туда детей, определить со списком. Второе, нашли правообладателя этих объектов, еще раз обратились за тем, чтобы были приняты меры. И сами в этом деле поучаствовали, подсказали, как это можно сделать. Соответственно, вот такая инициатива и такая совместная работа, она свои плоды принесла. То есть на сегодняшний день здание детской инфекции, правообладателем которого являлся Минздрав Новосибирской области, снесено. Но дом номер 9, это наша головная боль, мы тоже его снесли. Ну, наконец-то у нас документы были оформлены все о переходе права собственности. Ну и, соответственно, здание недостроя, это блок Г Дома ветеранов, который у нас в парке индустриального микрорайона находился. Его правообладатель был наша православная епархия, русской православной церкви. Соответственно, мы нашли им подрядчика, который согласился это здание разобрать. А достроить его нельзя было, да? Ну, достроить его уже было нельзя, действительно. Оно же стояло не один десяток лет. А будет ли в этом году еще программа по переселению работать? Или вот все, что планировали назад, уже всех переселили? В рамках ветхого аварийного жилья? В этом году мы еще никого не переселили. Переселяли еще? Нет. В этом году мы никого не переселяли. Мы планируем переселение фактическое, когда люди действительно получат новые ключи от квартир. Это ноябрь и декабрь. На сегодняшний день у нас потенциальные застройщики, они заканчивают строительство. Вы видите, что новые дома в городе Скитиме появляются. На сегодняшний день один дом в эксплуатацию сдан. Два дома у нас буквально на флажке тоже, чтобы сдать. Соответственно, в середине ноября и в декабре мы семь домов, как мы и обещали, переселим. Я говорил в прошлом году, что начнет действовать федеральная программа. Она действительно начала действовать. Первый год мы в нее тоже попали. И у нас четыре дома переселяются именно за счет средств федерального бюджета. И три дома переселяются за счет средств областного бюджета. А разница в чем? То есть денег стало больше на переселение выделяется? Да. В чем разница? Участвуя в этих двух программах, мы, конечно, большее количество домов имеем возможность переселять. Насколько больше удалось в этом году примерно? В этом году у нас четыре дома. То есть если мы, грубо говоря, переселяем порядка 150 жителей, больше чуть-чуть, да, то это 100 за счет федерации, 50 за счет области. То есть мы в три раза больше переселяем в этом году людей. В следующем году мы также попали в обе программы. Также планируем к переселению еще семь домов. В этом году мы обязательно свои обязательства в ноябре, в декабре выполним перед жителями. А куда поедут? В какие районы? Ну, у нас на сегодняшний день торги еще не состоялись, но дома, которые готовы к переселению, это жилмассив Ясный, поедут жители. У нас там новый дом 15 дробь 1. Часть жителей поедет на лесосплава, часть жителей еще у нас дом есть в Подгорном. Вот говоря о жилфонде, вопрос от жителей. Люди, видимо, смотрели прошлую программу, в которой мы с вами начали вести речь о программе «Чистая вода» и о том, что город пытается в нее войти. Несколько улиц города продолжают оставаться без централизованного водоснабжения. Как-то подвинулся вот за эти три месяца вопрос этот? По «Чистой воде» значит у нас, да, достаточно много улиц частного сектора, которые не имеют централизованного водоснабжения. Программа «Чистая вода» она со следующего года начнет действовать, скажем так, в достаточно больших объемах. Что касается нашего в ней участия, для того, чтобы туда попасть, необходима, конечно, проектно-сметная документация и экспертиза положительная на эти проекты. В этом году нам удалось сделать только один проект и пройти экспертизу только по одной улице. Это улица Шипуновская. Это был материал, и мы, если честно, и до этого материала водоснабжение на эту улицу собирались сделать. Поэтому на сегодняшний день при формировании бюджета на 2020 год нами будут закладываться средства именно на изготовление проектно-сметной документации на водоснабжение улиц частного сектора. Мы уже разговаривали с городским советом депутатов. Вы все, наверное, знаете, что в этом созыве у нас очень активно реализовывалась программа по электроснабжению частного сектора. То есть в течение трех лет мы планомерно каждую улицу приводили освещение на частный сектор. В следующем году, в 2020, она у нас заканчивается. Поэтому, даже не дожидаясь 2021 года, мы сейчас примерно такую же будем делать, так скажем, план работы по водоснабжению улиц частного сектора. Я думаю, с 2020 года водоснабжение частного сектора у нас начнется. И мы будем планомерно его делать в 2020, 2021 год и так далее. 2022, 2023, 2024. То есть сразу все охватить невозможно. Но после электрики мы договорились с депутатами, что займемся водой. Министерство природных ресурсов опубликовало тревожную для горожан информацию о том, что город вошел в реки на городу с самым грязным воздухом в России. И в отделе экологии земельных отношений города нам пояснили, что эта информация вообще далека от истины. А что можете сказать на это вы? Ну, значит, все-таки, если правильно читать информацию, которую Минприроды России опубликовал, то там не так звучало, что город Искитим вошел... Но название-то было громкое. Да, название было громкое. На самом деле город Искитим, если читать дословно, впервые попал в число городов, в которых установлено превышение по одному из видов загрязняющих веществ. Скажем так. То есть, что это такое? Те пробы, которые Росгидромет ведет на территории нашего города, в феврале и в декабре прошлого года, пробы были превышены по такому химическому веществу, как бензопирен. Я могу сказать, что в том же докладе звучит наш любимый сосед и большой брат город Новосибирск. Там восемь нестандартных проб и превышение гораздо больше. Почему-то про него не говорят, да? Потому что мы попали впервые. И поэтому был такой акцент сделан. По-моему, мы и Ангарск попали впервые. На самом деле ничего страшного нет. Во-первых, мы эту информацию, бензопирен, он для города Эскетима не свойственен. То есть, бензопирен в Эскетиме может взяться только от угольных котельных, которых у нас осталось в городе две. То есть, гораздо больше раньше было. И от выхлопов автомобильного транспорта. То есть, у нас нет производства, который такой продукт, скажем так, выбрасывает. Поэтому для нас это было очень сначала неожиданно. Во-вторых, мы стали разбираться. Мы направили официальный запрос в Росгидромет. Как мы вообще попали, как брались пробы, где они брались пробы. То есть, если взять пробу возле выхлопной трубы, в любом городе автомобиля вы сами можете взять. И у вас точно будет зашкаливать бензопирен. Поэтому, и кроме того, мы еще обратились в Минприроды наш для того, чтобы городу Эскетиму, в связи с тем, что у нас действительно не очень экологически благоприятная обстановка, было приобретено новое оборудование, которое бы более качественно и более последовательно брало заборы воздуха. Сейчас как-то встреча ваша, как-то затишье идет, да, с населением. Вы раньше уезжали, встречались. Еще не стартовал новый сезон выезда главы в микрорайоны Эскетима. Если планируете, то когда планируете его открывать? Если нет, то почему? Значит, до конца этого года я планирую во всех микрорайонах города провести встречи. То есть, мы на сегодняшний день к ним готовимся. То есть, ноябрь и декабрь это будет как раз период проведения встреч по микрорайону. А удается выстраивать именно диалог, как вы говорите? Потому что я была на таких встречах, и я очень часто становилась свидетелем того, что люди просто выплескивали эмоции, выплескивали какой-то негатив, недовольство жизнью, социальным статусом, всем чему угодно. Но вот реальных вопросов, которые касались бы микрорайона, звучит, как правило, процентов 40 от общего количества. Вот удается ли выстраивать диалог действительно? Диалог выстраивать удается. Встречи, где идет один негатив и эмоции, но их мало. Их мало. Это единичные встречи. Мы также анализируем, почему встреча именно в таком русле пошла. Я не буду здесь останавливаться. Бывают иногда встречи, подготовленные именно не населением, а определенными, так скажем, силами, чтобы вот так именно встречи проходили. А в большинстве встреч идет нормальный диалог и идет нормальный обмен мнениями. И люди дают оценку определенную. Ваши ближайшие планы по развитию города, что ожидает? Что особенно интересного будет? Октябрь. Заканчиваем все работы этого года. В ноябре начинаем формировать бюджет, задумываться о планах на будущий год. В следующем году, как мы анонсировали, мы с большой долей вероятности начнем строительство детского сада в подгорном микрорайоне на 320 мест. Это будет, наверное, один из крупнейших садов даже Новосибирской области. В продолжение ремонта дорог такого капитального мы планируем в следующем году привести в нормативное состояние улицу Юбилейную, так называемую Балдаковку, улицу Каратеева. Очень было много жалоб от жителей близлежащих домов к больнице, посетителей ЦГБ. То есть будем делать эту улицу, закончить планируем в плане дорог проспект Юбилейный. Два участка у нас осталось еще на проспекте Юбилейный. И делаем по дорогам на сегодняшний день документацию по улице Линейная. Это от ЖД вокзала через весь индустриальный микрорайон вплоть до улицы Советская. Это выход на Маяковского. И делаем на сегодняшний день проект улицы Канатную. Мы еще планируем в этом году, ну не в этом году сделать, а сделать проект. Это выезд из Китимызвести, включая круговой перекресток и до шестой школы. Вот эти улицы мы проектируем. Переходим в качестве анонса капитально в следующем году на парк Южного микрорайона. Это будет уже четвертый, третий год работы нашей программы. Город, там что-то будет грандиозное. Там будет что-то очень грандиозное. Я уже проект видел. И там действительно жители наших сюрпризы ожидают. То есть мы, так скажем, потренировались два года. Но на третий год мы к серьезным таким, более серьезным готовы даже еще свершением в парковой культуре. Продолжится благоустройство придомовых территорий. Закончим. В этом году начали ремонт моста через реку Койниха в Шипуново. Это переходящий объект. На два года будут на СК «Заря» объекты. Новые спортивные. Продолжится переселение из ветхого аварийного жилья. Поэтому программ и планов очень много. Закончим дела этого года и будем планировать работу на будущий год и на будущие три года. Спасибо, Сергей Владимирович. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разговор с главой». В нашей студии был Сергей Завражин, глава города из Китима. Всего доброго и удачи. До свидания.